Несмотря на довольно переменчивую погоду за окном, в песочнице двора по улице Криштофовича 4 игрушки есть всегда. Пока за окном моросит дождь, комплекс пустует. Однако с появлением солнечных лучей, в геометрической прогрессии здесь увеличивается количество желающих поиграть. Даже с соседних дворов заходят. Всё потому, что инициативные жители четвёртого дома решили дополнить существующую инфраструктуру для детей. Дополнить своими силами. Практически всё лето взрослые определялись с форматом городка и дизайном турников, а также собирали деньги. Результат приятно радует местную детвору. Но ведь для своих же деток, по-доброму говорят, взрослые жильцы. Очень хотелось, чтобы детки вышли на улицу и порадовались, что у них есть где поиграть, есть где полазить, есть где друг за дружкой побегать. Ну и ребята решили, что им нужна такая красивая площадка. Мы очень долго, мы практически целое лето искали подрядчика, который нам это всё сможет сделать. Ну и нашли у нас в Бресте очень хорошую организацию, которая нам эту площадку сделала. А началась эта история не с требования, а с просьбы помочь. Чтобы установить площадку, нужна была чистая территория. А на тот момент весь периметр предполагаемого детского городка был разделён тротуарной плиткой. Посоветовавшись с руководством ЖРЭВа, мы пришли к мнению, что людям нужно оказать содействие в плане рабочей силы, техники. Здесь обязательно нужна была техника. И за пару дней мы разобрали эту плитку, что позволило, подсыпали гравий, что позволило установить вот эти симпатичные комплексы. Если мы обратим внимание на эту площадку, то за ней это то, что было при строительстве дома. Те малые формы, те игровое оборудование, которое было ещё давно вместе с домом. Люди сумели сохранить то, что построили сами. Но кроме этого, вот это всё куплено за деньги именно всех жильцов. Они собрали деньги, закупили данное оборудование, сами его тем более и установили. Наша помощь заключалась в одном. Обратились люди, потому что здесь была плитка. И на плитке детям, конечно, играть неудобно. Значит, наша помощь оказалась, я думаю, не самой дорогой и не самой, может быть, важной в этой всей процедуре. Но она была нужна. Мы разобрали это плиточное основание, убрали весь бетон и подготовили площадку, засыпав её гравием. После этого установили детское игровое оборудование. Но сегодня мы видим прекрасную ситуацию, когда люди, сохранив старое, дополнили новое. Такие вопросы для Игоря Годуна не единичны, причём как в профессиональной, так и в депутатской деятельностях. Часто люди на приёмах озвучивают предложение поставить игровые комплексы. Правда, за средства бюджета. А потому начальник городского ЖРО отмечает в этой ситуации вклад людей, которые своими силами решили преобразить и дополнить существующую инфраструктуру. И это отрадно. Ведь через такие проекты формируется бережное отношение к имуществу. Сегодня, по мнению Игоря Львовича, прослеживается ещё одна тенденция. Всё больше в благоустройстве города стали принимать участие предприятия. Обратился с инициативой «Приорбанк». Власти города поддержали эту инициативу. На сегодняшний день мы прорабатываем с ними вопрос о закупке и установке детского игрового оборудования на такое значимое место на микрорайоне «Восток», это район улицы Гаврилова. Сейчас там располагается ФОС. Когда-то стоял самолёт. Вот в этом месте очень большую такую площадку будем делать игровую. Причём уникальность её будет в том, что она будет предназначаться не только для маленьких деток, а уже для подросткового возраста, ну скажем, детей от 15 лет до совершеннолетия. То есть возможность им заниматься спортом. Такая детская игровая спортивная площадка будет. Оценив проделанную работу, представители дома и специалисты ЖРЭО пришли к мысли, что для завершения проекта вокруг площадки не хватает зелени. В этом вопросе представители ЖРЭО обещали помочь. Кустарник по периметру планируется высадить уже в ноябре.